Поликлинику и два дома эвакуировали в Воронеже из-за 20-метрового огненного факела. Всего эвакуировано 35 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, при проведении земляных работ была повреждена газовая труба. Это привело к возгоранию газа, пламя достигало высоты 15-20 метров. От факела занялись оконные проемы, а также конек крыши жилого дома. Из-за высокой температуры спасатели не могли приблизиться к столбу огня ближе, чем на 30 метров. И им приходилось меняться каждые 2-3 минуты. И сейчас возгорание полностью ликвидировано. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Он намерен номинировать на эту позицию Кристофера Рея, который работал помощником генпрокурора США во время администрации Джорджа Буша. Бесплатный транспорт, который будет доступен болельщикам во время Кубка Конфедерации, будет обозначен специально разработанный эмблема – это купол красного или синего цвета, в который вписаны фигуры болельщиков с подписью «Бесплатный проезд» на русском и английском языках. Бесплатно воспользоваться можно будет транспортом внутри городов, трансфером из аэропорта в город и междугородними поездами. Далее курсы валют. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра снижен 56 рублей 59 копеек. Европейская валюта также подешевеет 60 рубля и 72 копейки. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе плюс 21 градус. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают предстоящую ночь в малооблачную погоду без осадков. Температура плюс 11 градусов. Завтра днем ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. И температура воздуха примерно, как и сегодня, плюс 19-21. Всем привет! 100% футбола на Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов. Еще раз всем напомню о том, что сегодня Спорт.ФМ празднует свой 11-й день рождения. Разумеется, мы принимаем от вас поздравления. Ну и по этому поводу тоже решили немножко поиграть. С цифрами заняться нумерологией решили выяснить, какой же футболист за современную историю футбола, возможно, еще за более серьезный срок, является сильнейшим, лучшим, а для кого-то еще и любимым. Среди тех, кто играл под этим самым 11-м номером. Разумеется, будем ждать от вас соответствующих сообщений на наши мессенджеры. Плюс еще и голосование в группе ВКонтакте. И у нас будет, так понимаю, довольно скоро по этому поводу, чтобы вы в данном случае выбирали своего любимого, а то и лучшего игрока, который когда-либо выступал под номером 11. Но не только об этом будем сегодня вести речь. Хотя вот если брать какой-то выбор в отношении лучшего футболиста под данным номером, то для меня, наверное, максимально большая симпатия распространяется в адрес Райана Гиггса. Все-таки мое детство проходило как раз в те годы, когда проходил финал Лиги Чемпионов в Баварии Манчестер Юнайтед. Я влюбился в команду Алекса Фергюсона, очень долго за ней следил. Ну и, наверное, для меня Райан Гиггс был образчиком профессионализма, отношения соответствующего к делу. И был всегда очень умным футболистом. Я, признаюсь честно, предпочитаю прежде всего именно подобных игроков. И сейчас, особенно в ту эпоху, когда футбол в большей степени становится физическим, мощным и атлетичным. Сегодня в студии Василий Уткин. Василий, приветствуем. Доброго дня. Да, привет. Скучнейший был матч Бавария-Манчестер Юнайт, надо сказать. В нем можно было смотреть только последние три минуты. Ну вот как раз примерно об этом и идет речь. Тогда на меня, восьмилетнего ребенка, он произвел неизгладимое впечатление как раз именно последними, уже компенсированными ко второму тайму, минутами. Пытаемся понять, для кого является максимально приятным, любимым, лучшим футболистом. А кто забил за Баварию в том матче? О! Ну-ка, ну-ка, Андрей. Господи. Сергей, да. Сергей, да. Сейчас попытаюсь вспомнить. Ну-ка, ну-ка, вот интересно, вот логическое упражнение. Если это матч был, который сильное впечатление произвел, кто забил за Баварию? Уж не Баварию или Баслер. Вот, вот вы все прекрасно помните. Прекрасно вы все помните, хотя вам было восемь лет. Ну, опять-таки, наверное, это где-то на подкорке, на подсознании осталось, потому что я очень хотел пересмотреть этот матч. В последний раз я это делал, наверное, лет пять тому назад, и, наверное, мало что осталось в глубокой и далекой памяти. Василий, лучший игрок или любимый игрок, который когда-либо выступал под одиннадцатым номером, вот у вас, тебя точнее. Ой, да-да, мы все пытаемся перейти на «ты», да. Ну, не знаю, даже под одиннадцатым номером. Наверное, Олег Блохин. Это среди всех возможных, не только отечественных, но и тех, кто выступали в европейских чемпионатах в большом количестве. Ну, мне посчастливилось видеть Олега Блохина в расцвете сил, и поэтому я могу сказать, что центрального нападающего сильнее него. Ну, я бы не сказал, что, допустим, он уступает Ибрагимовичу. Поэтому я скажу Олег Блохин. Напомню, вчера состоялись товарищеские матчи с участием сборных. Не все из них стоят нашего внимания, однако на парочке из них остановимся. Дело в том, что вчера я получил потрясающее сообщение от своего хорошего друга, который за футболом активно следит. И он мне прислал скриншот с одного из сайтов, который указывал о том, что сборная Украины проигрывает Мальте со счетом 0-1. И для меня это было колоссальным просто удивлением. Это была такая история, да. Я не отследил до конца, честно говоря. Проиграли? Проиграли 0-1, совершенно верно, да. И при этом Андрей Шевченко, наставник сборной Украины, после матча не распылялся в негативных комментариях в отношении своей команды. Пытался искать некие позитивные моменты, которые в игре присутствовали. Но он так обучен. Европейское воспитание в этом отношении. Ну, да, у него, в общем, колоссальный европейский бэкграунд, да и вообще, сказать, что он человек очень образованный, поэтому... Хотя, честно говоря, если бы... Я, конечно, не тренер, и я не могу себе представить на позиции тренера, то есть как человека, тренирующего команду. Но как человека, который отвечает за то, что вот сейчас только что твоя команда проиграла Мальте, я могу себе на это место поставить. Да какие были бы эмоции от этого, например? Ну, не знаю. Я бы, наверное, что-нибудь придумал экстраординарное. Я бы, наверное, что-нибудь учудил. Ну, а есть какая-то, не знаю, какая-то идея определенная по этому поводу сейчас? Потому что я бы лично учудил страшный совершенно разнос и ничего позитивного или юмористического в этом бы не стал искать. Я не знаю. Дело в том, что все-таки нужны конкретные обстоятельства матча и подготовки, чтобы зацепиться. Но я бы сказал, я бы, может быть, пришел, сел бы и спросил, а что вы, собственно говоря, я уважаю вашу профессию, но что вы сюда пришли-то? Вы что думаете, что могут быть объяснения поражению от Мальте? Я думаю, что никакого объяснения быть, в принципе, не может. Да, я понимаю, что не самый большой срок времени. Если вы хотите узнать, стыдно ли мне, да, мне стыдно. Но я думаю, что и остальным футболистам тоже должно быть стыдно. Да, мне стыдно за всю команду. Я в данном случае... Я сейчас играю роль, да? Да, мне, безусловно, стыдно за всю мою команду. Но никаких объяснений поражению от Мальте Розин быть не может. Вот и все. Но только если это поражение, не терпит сборная Сан-Марина, например. Они редко встречаются в одной группе. Учитывая корзину при жеребьевке к отборам на Евро, либо на Чемпионат мира, по понятным причинам. Учитывая, да, что они вообще путешествуют в корзинах, это правда. Дело здесь не в этом. Но, понимаете, никаких объяснений поражению от Мальте для команды, которая претендует на выход на Чемпионат мира, быть не может. Это очевидно совершенно. Также вчера состоялся любопытный товарищеский матч. Дания принимала Германию, участника предстоящего Кубка Конфедераций. Германия, как известно, прибудет в Россию вторым, скажем так, составом, не совсем молодежным. Но не вторым. Я бы не сказал, что вторым. Это очень неточное выражение, если честное слово. Ну, это неправильное выражение, потому что это не второй состав. Это означает, что сборная Германии ищет свое новое лицо. У нее подоспело новое поколение, и ей из этого нового поколения нужно надергать вот той самой... Вот знаешь, вот как морковь сажают, знаешь? Участвовал в этом процессе, но, честно говоря, поступенчато не расскажу, как это происходит. Ну, насыпают просто семена, а потом прореживают. Сильные остаются, слабых выдергивают. Вот это та самая стадия, на которой сейчас находится сборная Германии. Должны остаться самые нормальные, спелые морковины, которые способны вырасти дальше. Вот, и это назревший процесс, это необходимость. Это не означает, что сборная Германии чем-то пренебрегла. Это ее насущная надобность. Да, о пренебрежении разговор-то и не идет абсолютно. Тем более, что еще во время жеребьевки групповой стадии предстоящего Кубка Конфедерации Яхималев сказал, что повезет далеко не самых основных футболистов. Хотя, у меня всегда вызывало удивление то, что на матче не самые статусные отборочные, например, футболисты, которые сейчас приедут в Россию, не вызывались в большом количестве. Речь можно про разных личностей вести в данном случае, но сейчас это первая реальная способность и возможность посмотреть. Это очень легко объяснить. Дело в том, что Кубка Конфедерации это длительный сбор. Это сбор длиной в 3-3,5 недели. На протяжении которой можно хорошо изучить игроков. От них не требуется моментальная ищеминутная отдача. А матчи сборных это всегда 2-3 дня. 5 дней максимум. Для вдумчивой работы тренера сборной с молодым поколением, с тем, что он называет молодым поколением смены, нужна и нужен именно такой цикл. Да, да, да. Ну, этот цикл как раз сборная при Ехемелеве будет сейчас проходить. Вчерашний матч Дании и Германии завершился ничьей 1-1. Причем немцы отыгрывались, долгое время пытались загнать такие мяч в ворота датчан. В определенной степени это был серьезный эксперимент. И дело касается не состава даже, прежде всего, а того, что Германия впервые за очень долгое время решила сыграть по абсолютно иной схеме с тремя центральными защитниками, с двумя латералями. Ну вот они и экспериментируют. Да, совершенно верно. Вот они и пробуют. Ну и если брать саму игру сборной Германии, было заметно, что пока о какой-либо сыгранности невозможно вести речь. В обороне были ошибки. Более того, датчане, которые не сказать, чтобы очень много атак проявили, все-таки были ближе к тому, чтобы второй-третий забить, чем Германия, которая в основном атаковала чужие ворота при помощи стандартов и дальних ударов. Ну, Германия все-таки претендует на решение вопросов стратегических, и поэтому Германия вполне возможно находится под некоторыми нагрузками. Сборная неделя всего-навсего находится вот именно в этом виде, и неделя тренируется. Ну, как правило, это и есть достаточно тяжелая неделя. Я не хочу это оправдывать. Вот, я потом расскажу, если будет интересно. Для того, что я вчера смотрел этот матч, ну, скажем так, я следил за этим матчем в крайне нетрагенционной форме. Если это у кого-то вызовет любопытство, я потом расскажу. Вот, но у нас сейчас пришла в студию... Да, Мария Терская. В качестве анонса оставим вот эту крайне нетрагенционную форму просмотра матча, да не Германия. Маш, приветствуем. У нас спортивные новости сейчас последуют. Маш, слушаем тебя. Да, приветствую я всех тоже. И начну с тенниса россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. К сожалению, в четвертьфинале парного разряда «Ралан Гарос» уступили сегодня представительницам Чехии Люцей Градецкой и Катержиной Синяковой. Со счетом 1-6-4-6 встреча продолжалась чуть более часа. И в эти минуты в женском одиночном разряде, где, мы все помним, россиянок не осталось, встречаются Элина Светолина и Симона Халиб. Счет по сетам 6-3, 6-7, 0-4. 0-5. 0-5 уже, да, прошу прощения. Перед нами телевизор, да. Но он перед вами, я так к нему сижу спиной, поэтому не могу так оперативно, к сожалению, реагировать. Мария, мы ценим, что вы к нам сидите лицом. Да, это важнее телевизора. И в мужском одиночном разряде также сегодня состоялись уже два матча. Доминик Тим Новак Джокович. Здесь победа Джокович. 7-6, 6-3, 6-0. И Рафаэль Надаль обыграл Пабло Кареню Буста 6-2. Во втором сете соперник Надаль отказался от продолжения борьбы. Ждут нас еще две встречи. Слабак. Обидчик нашего Карена Хачанова сыграет сегодня с японцем Кейни Сикори и затем Стэн Вавренко против Марина Чилича. Ну и к футболу. Бывший защитник Интера Альваро Перейро может продолжить карьеру в Спартаке. Помимо российского клуба, по информации СМИ, в Ругвайце заинтересованы также команды из Турции и Кореи. И Корея при этом сообщается, что сам футболист хочет остаться в команде Серро Портеньо, в составе которой провел минувший сезон. Маша, перебил тебя буквально на секунду. Симона Халеб одержала победу. Вот буквально только что, завершив третий сет со счетом 6-0 в свой пользу. Какая она быстрая, шустрая. Молодец. Поздравляем Симона Халеб с этой победой. Московский Спартак, в свою очередь... Какая фигуристая. Ну вот почему же я сижу спиной к телевизору? Не могу даже рассмотреть ее. Ну да ладно. Так вот, все тот же самый московский Спартак предложил полузащитнику Роману Зобнину новый четырехлетний контракт на улучшенных финансовых условиях. Такое решение было принято руководством клуба, в том числе главным тренером команды. Еще перед окончанием прошедшего сезона, скорее всего, Зобнин даст свое согласие. Напомню, что сейчас он травмирован. И на восстановление ему может понадобиться около пяти месяцев. Это, видимо... Да. Боковые и крестообразные связки, судя по всему, около пяти месяцев он пропустит. Желаем ему здоровья и скорейшего выздоровления. Но, видимо, в этом контексте дополнительная поддержка еще оказывается при предложении нового контракта. Ну, скажем так, при подтверждении. Потому что предложение было сделано раньше. То, что это предложение не отзывается. Ну, собственно говоря, так поступают большие клубы и в этом... Абсолютно грамотный, правильно разумный жест. Да, это даже не джентльменство, это просто разумный подход. И небывалую щедрость проявил Российский футбольный союз сегодня. Сегодня принято было решение, что около ста чилийских болельщиков... Боже мой, еще одна зигит арена? Нет. Слишком щедро. Да, это слишком щедро. Так вот, сегодня было принято решение, что около ста чилийских болельщиков бесплатно посетят товарищеский матч между сборными России и Чили. И мероприятие вот такой Российский футбольный союз проводят в рамках акции гостеприимства. Ну, весьма гостеприимно. Действительно. Ну, замечательно. Действительно, вообще, в принципе, я довольно регулярно бываю в квартире, где когда-то квартировал... Квартировал, извините, в квартире Луис Карвалан, бывший глава Компартии Чили, который, помните, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, да? Я представила сейчас, какой высоты потолки в этой квартире должно быть. Нет, это ничего особенного. Это довольно нормальная советская квартира. Сейчас не живет Анна Владимировна Дмитриева. Вот, так уж вышло. Вот, поэтому я прекрасно знаю, как могут принимать чирийцев в России. Очень широко, я так понимаю. Почему широко? Ну, он жил в этом доме на проспекте Мира, просто большая квартира. Просто у него их было две. Анна Владимировна живет в одной, а вот, а там было две. Ну, там, видимо, была семья там просто какая-то, да. Ну, это было знамятое стихотворение. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где бы найти такую, чтобы на Брежнева сменять? Отлично. Мария? У меня все. Спасибо большое, Мария Терской. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Сто процентов футбола на Спорт-ФМ. С вами Сергей Курманов и Василий Уткин. После такого стихотворения, как раз, я думаю, самое время перейти к истории про нетрадиционный просмотр матча Дани-Германия. Дело в том, что я его не смотрел. Дело в том, что у меня есть школа журналистики, которой мы занимаемся вместе с коллегами Гридасовым, Мининым, Сенаторовым. Вот. И мы сейчас пытаемся придумать так, чтобы провести, так сказать, трансляцию Кубка Конфедерации, живые комментарии у нас в пабах Джон Дон своими силами. И мы вчера придумали такое упражнение. Так. Я сидел спиной к экрану, а наши молодые ребята комментировали. И мне должно было быть все понятно. А человек напоминает историю про подготовку комментаторов к Кубку Конфедерации для слабовидящих. Что-то подобное же было, я с ней ошибаюсь. Ну, может быть, это и напоминает, но это имело вполне конкретную задачу, потому что люди часто увлекаются разговорами друг с другом, особенно когда перед ними картинка. А на самом деле нужно возвращаться к делу. Поэтому вот мы сидели с коллегой Мининым. Коллега Минин смотрел вместе с ребятами на экран, а я сидел спиной. И если мне было непонятно, то происходил переход хода. Тем не менее, какие-то определенные выводы можно было по поводу матча сборной Германии сделать, исходя из того, что тебе не удалось его посмотреть физически? Я к этому, в общем-то, не стремился особенно. Я еще увижу сборную Германии на Кубке Конфедерации. Я, признаюсь честно, с очень большим попытством за этим матчем следил, поскольку это первый случай, когда сборная Германии в подобном виде предстала. Ну и, признаюсь честно, любопытно, станет ли в дальнейшем Яхим Лев использовать эту схему с тремя центральными защитниками, с очень широким футболом, с подключением крайних защитников в атаку. Тем более, что и Хектор, и Йозу Акимих довольно активно и довольно постоянно этим занимаются и во время игры за клубы свои в Германии. Но Йозу Акимих, прямо скажем, не всегда играет на фланге полузащиты. Но, скажем так, руководство Баварии теперь его рассматривает исключительно в качестве замены Филиппу Ламу по функционалу именно с правовой обороны. Ну, может быть. Тем не менее, 1-1. Ждем, разумеется, сборную Германии на Кубке Конфедерации. Более того, сегодня официально стал известен состав этой команды. Среди всех футболистов, которые ранее были перечислены, места в команде не нашлось нападающему Манчестера Сити Лерою Зане, который, наверное, должен считаться был изначально перед этим турниром основным, причем безоговорочно. Может быть. Но если мы рассуждаем о том, что команда ставит перед собой такие задачи, в общем-то, экспериментальные и проверочные, то Лерою Зане – это футболист, которому, скорее всего, больше всех нужен был отдых после окончания сезона. Тем более, для него это был максимально насыщенный. Больше, чем Тиму Вернера, во всяком случае. Ну да. Напомнится, была замечательная история во время чемпионата Германии, прошедшего, когда Тима Вернера очень и очень серьезно критиковали и эксперты, и болельщики, даже вывешивали в интернет фотографии, где Тима Вернер пытается перевезти бабушку через дорогу, а сам при этом падает. И в подобных инсинуациях, в подобных симуляциях его довольно часто упрекали в течение всего сезона, особенно, когда стало понятно, что, скорее всего, когда сборная Германии будет... Прямо скажем, позиция центрального нападающего для сборной Германии даже в самые лучшие годы оставалась проблемной. Часто тем более. Да, потому что, ну, при всем уважении к Гомесу, Гомес никогда не был выдающимся игроком. И на фоне тех футболистов, которые составляли сборную Германии, наверное, Гомес все-таки проседал. Поэтому сейчас поиск нового нападающего, он совершенно логичен. И я думаю, что, может быть, даже Лерой Санэ не столько проиграл конкуренцию, что, может быть, просто про него больше ясно. Да, скорее всего. Он же был, в принципе, на виду весь сезон, и использование его функционала Пепом Гвардиолой в Манчестер-Сити было, ну, довольно очевидным, скажем так. То есть... Использование его функционала. Ох, как... Что-то прекрасно. Ну, тем не менее. И я, в принципе, ничего удивительного не вижу в том, что Занэ, скорее, получает небольшой отдых перед началом нового сезона. Так вот, без него сборная Германии поедет в Россию всего в заявке 22 футболиста. И что меня еще немножечко удивило... Не 23? 22. В итоге 22 человека, да. Что меня еще немножко удивило, что Йохим Лев предоставил капитанскую повязку никому-нибудь, а Юлиану Дракслеру среди всего состава команды. Правильно. Надо становиться лидером. Правильно. Но пока подобных качеств он ни в одной из команд, где играл, не показывал. А вот пускай показывает. Ну, насколько справится... Во всяком случае, в качестве лидера его могут воспринимать как угодно. В Вольфсбурге, в ПСЖ, где угодно, там, я не знаю. Но он, в Германии, он, безусловно, лидер поколения. И его таким видит. Мы, по крайней мере, в этом составе. Именно здесь ему логично попытаться взять на себя капитанскую повязку. Да. Торев строит новую команду. Ну, я думаю, что пока он рассчитывает на будущее, исходя из этих конкретных футболистов, поскольку явно совершенно на чемпионат мира в Россию поедут те самые игроки, которые и на Евро выступали, и были основными. Все-таки пока на краткосрочную перспективу рассматривать этот состав как основной, я думаю, очень сложно. Ну, почему? Интер, с одной стороны, чемпион мира, с другой стороны, он там не играл. Горецко, ну, он основной игрок или не основной? На Евро он был основным? Нет, не был. Мне кажется, что не был. А сейчас, мне кажется, у него есть для этого шансы. Будет точно совершенно другой основной вратарь. Мануэль Нойер заканчивается. Потому что... Потому что... Что? Мануэль Нойер. Ну, потому что Нойера просто нет. Да. Вот, будет другой основной вратарь. Соответственно, будет другая совершенно система игры в защите. Будет другой центральный нападающий. Ну, среди нападающих... А если он вообще будет? Ну, Сандра Вагнер, Тима Вернер, как раз два человека, которые максимально близко подходят к функционалу центрального нападающего. Да, плюс еще есть Ларс Штиндли, который потрясающий сезон в Мюнхенгладбахе провел. Очень много забивал, особенно в весенней части сезона. Так разве это мало обновления? Разумеется, будут лидеры какие-то, которые... Будут опытные игроки, которые помогут сцимитировать игру в обороне. Шкодрон, Мустафи, например. Там, я не знаю, кто еще в полузащите. Я просто боюсь сейчас перепутать. Есть Имрэджан, который, опять-таки, играл в сборной Германии во время чемпионата Европы. Зачем довольно много. Ну, и, как говорится, и Господь с ним. Какой бы Господь у него ни был. Дело все в том, что все равно это новая команда. Да, из-за этой новой команды. Это команда, которая ищет новые игровые акценты, которая ищет новых лидеров. Ну, вот. И единственное, о чем я могу сожалеть, что, по-моему, этот замечательный парень, который был капитаном олимпийской сборной Мейер из Боруссии, по-моему, ни в него не попал. Мейер из Шальки, имеется в виду. Из Шальки. Да, совершенно верно. Но у Мейера сейчас очень много проблем с, скажем так, продолжением карьеры где-либо вообще, поскольку, насколько мне известно, Маркус Вайнцерль в нем не очень заинтересован. Он не играл. Ну, у Романа Зобнина тоже много было бы проблем с продолжением карьеры где-либо вообще, если бы ему предложили новый контракт. Ему предложили. А вот ему, вот, Мейера, не предложили место в сборной. Хотя, по-моему, он его вполне заслуживал. Мало того, у этого футболиста есть задатки лидера. Я просто полагаю, что, наверное, это означает, что в перспективе не видит его лидером сборной Йохим Лев. Вот и все. Что его путь исчерпан. Узнаем об этом, полагаю, через определенное количество времени. Пока нас ждет небольшая пауза, оставайтесь со Спортофеем, вернемся буквально через 7-8 минут. Светлана, домохозяйка из Ростова, продала в CarPrice свой Мерседес ГЛК 2012 года за 1 миллион 245 тысяч 500 рублей. Продайте и вы свой автомобиль сегодня по отличной цене. CarPrice.ru. Как трейд-ин, только выгоднее. Тех, кто обещает квартиру мечты, много, а воплощает ДСК-1. Каждая пятая семья в Москве уже живет в доме от ДСК-1. Купите квартиру на ДСК-1.ру от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Проектная декларация опубликована на сайте ДСК-1.ру. Застройщик ЗАО «Капитал Б». Сколько же товаров нужно для ремонта? Денег на все не хватит. А в «Караута» можно купить необходимое для ремонта с беспроцентной рассрочкой. Кредит предоставляет Кабри Ниссанс Кредит ООО. Лицензия ЦБ РФ 3354. Подробности на сайте Кадисраута.ру. ООО «Караута Рус». ОГАРАТ 113-78-47-38-18-14. Санкт-Петербург. Уральская 20А. Застройщик ООО «Динвест». Проектная декларация на сайте легендарный.ру. История побед. Твоей страны, твоего дома. Ультрасовременный. Легендарный квартал на Березовой аллее. У метро Ботанический сад. Внимание! Апартаменты от 4 миллионов. Стань легендарным. Живи в легендарном. 495-212-9090. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 620-46. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 740-46. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 630-48-285. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 630-46. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 895-2015. КОНЕЦán «Plus-ФМ» 770- Construction deployed за субтитрым. КОНЕЦ «Спорт-ФМ» 770-64. Легендарный. КОНЕЦ «Спículа по сравнению» История компании ПОМЕЦ 1149-rijk-24. Полиция задержала мужчину, который напал на прохожих в Москве с ножом. Задержанный оказался пьян. Инцидент произошел в районе дома номер 20 по Ленинскому проспекту возле входа в Нескучный сад. Пострадавших в результате произошедшего нет. Полиция проводит проверку. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Он намерен номернировать на эту позицию Кристофера Рея, который работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша. Далее о спорте. Полузащитник Алексей Ионов, который отыграл в прошлом году за ЦСКА, возвращается в московское «Динамо». Ионов провел с ЦСКА минувший год на правах аренды. В чемпионате России он отыграл 24 матча и забил три мяча. В составе ЦСКА Ионов выиграл серебро российского первенства. У армийцев было право выкупа футболиста, но они этим правом не воспользовались. «Динамо» по итогам прошлого сезона вернуло себе место в российской футбольной премьер-лиге. Далее переходим к курсам валют. По данным Центрального банка России официальный курс американского доллара на завтра снижен 56,59 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о трафике. В Москве 6 баллов движение затруднено, сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на кольцах МКАД в обе стороны 6 баллов. Трешка внутренняя 9, внешняя 8. Садовая внутренняя 9, внешняя 10. Бульварная внутренняя 7, внешняя 8. Крупнейшие пробки внутренней. Сторона трешки от Ленинского проспекта до проспекта Мира час 20. Внешка Садового кольца от площади Курского вокзала до Долгоруковской час. Внешка Третьего кольца от Бережковской набережной до Большой Тульской 40 минут. Вот внутренняя сторона МКАДа от Молодогвардейской улицы до Строгино. Здесь проведете также около 40 минут. Восемь команд-участниц, восемь футбольных культур в Казани, Сочи, Москве и Петербурге борются за главный мировой трофей года. От России до Новой Зеландии. От Чили до Камеруна. Спорт.ФМ расскажет о наших гостях все. У каждой страны будет свой день. Генеральная репетиция чемпионата мира 2018. Начинаем 13 июня. Слушай Кубок Конфедерации только на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. 100% футбола. Продолжаем 100% футбола на Спорт.ФМ. С вами Сергей Курманов и Василий Уткин. Напомню, в нашей группе ВКонтакте Спорт.ФМ имеется голосование, где вы выбираете лучшего 11 номера. В мировом футболе много вариантов лидирует с существенным отрывом Неймар. 30% голосов отдано за бразильца. Мы специально не стали включать в это голосование Андрея Тихонова, поскольку абсолютно были уверены в том, что болельщики Спартака обязательно набегутся и голосование конкретное в свою пользу устроят. Тем более, что подобные... Так и пишут в Вайбере в основном. Да, и в Вайбере, и в Ватсапе все пишут именно Андрея Тихонова. Тихонов игрок выдающегося характера, но очень посредственных способностей, поэтому ничего с тебя не поделаешь. Он как раз за счет этого играл. Хотелось бы перейти к теме сборной России по футболу, к теме матча против сборной Венгрии. Я думаю, что довелось его посмотреть. Да, конечно. Мы говорили об этом в пятницу, о том, что предыдущие контрольные матчи с участием нашей команды не оставили конкретного впечатления о том, во что будет играть сборная России, кем она будет играть. Битва с Венгрией определенные ответы на эти вопросы дала или нет? Я бы не назвал это битвой, во-первых. Ну, спарринг хорошо вот так. Спарринг, да. Как-то у нас главный тренер Александр Славович, он как-то очень четко подразделил товарищеские матчи, контрольные или какие-то еще. Вот я не помню. Ксатификацию вы его поставили. Как он их называл, да. Что вот их нужно называть товарищескими, они контрольные. Неважно, как их называть, они неофициальные. Дело в том, что мне лично очень понравилась игра с Венгрией, потому что стало понятнее, во что собирается играть сборная России. Вот. И на фоне всего прочего, конечно, я стал подумывать о том, что, наверное, в ближайшие годы результативность мирового футбола несколько поубавится. В силу большого количества команд, которые, прежде всего, внимание обороне будут уделять? В силу команд, которые, в первую очередь, собираются играть, вот этот вот третий идеаловый искушение, играть в тридцентральных защитников. Потому что это вообще, конечно, никакая не игра. Это просто вызов соперника на себя и попытка сыграть в свободное пространство. Потому что тот гол, который мы видели, и я считаю, что это, возможно, самый красивый гол, который мы видели за последние несколько лет в составе сборной России, гол, который забил Федор Смолов. Но это гол, который не просто придумал Федор Смолов, это гол, который стал возможен благодаря тому, что у него было большое количество свободного пространства. А почему оно так получается? Потому что сборная России отказывается играть в комбинационно атакующий футбол. Отсебяйными словами. Отсебяйными словами, совершенно верно. Знаешь, есть такое выражение, вот будет выражение от Себятина, будет выражение от Яготина. Да, я просто помню замечательную историю о том, как люди бесились, когда на их вопросы в ответ они слышали «И что?». И таких людей, я просто в интернете замечательную историю. Нет, эти вопросы можно взбесить любого человека за пять минут. Так вот, этих людей называют «Иштожество». Иштожество, да. Нет, я хочу подчеркнуть, что я к этому отношусь совершенно вне того, что это хорошо или плохо. Просто нужно понимать, что наступает такая тенденция, когда людям играть вот... Это, естественно, такая волна, потому что прошел колоссальный совершенно период озаглавленной словом «Барселона», когда команда показала феноменальное совершенно умение владения преимуществом тотальным, территорией тотальной и так далее. И все готовились играть против нее. А сегодня команда научилась строить ловушки. И вот такие вот ловушки в том числе. Но игра Венгрии и России, она была, в общем-то, интересна тем, что она была игрой, где обе команды пытались друг друга поймать в одну и ту же ловушку. Потому что Венгрия играла примерно так же. Но вот так получилось, что игра оказалась предопределена, поскольку все-таки мы забили первыми. И, во-вторых, наше мастерство и наша мотивация, в первую очередь, оказалась выше. Признаюсь честно, больше всего в этом матче в исполнении сборной России мне понравился переход из обороны в атаку. Довольно быстро, с пониманием того, куда открываться и куда мяч направляется. Так игра на кутратаках, она на том построена, что... Не у всех подобный функционал имеется. Не все могут этим пользоваться. Ты выдергиваешь соперника на себя, перед тобой оказывается свободное пространство. Это облегчает, опять же, задачу построения выхода из обороны. Во-вторых, это делает возможным. Подобный выход, в общем, он делает его в большей степени математическим, чем творческим, я бы так сказал. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Приятно просто, что это оказалось, судя по всему, оказалось неким путем, в котором сборная шла. В это, по крайней мере, хочется верить. Да, в это хочется верить. Но матч с Чили, наверное, это покажет. Тем более, что Чили в этом отношении очень подходящий соперник. Чили — это команда, которая умеет играть в территорию. Это очень сильная команда. Это чемпион своего континента. Мало того, не должно быть никаких проблем с адаптацией, потому что большинство чилицев играет в Европе. И в этой связи собственно говоря, и всех-то вопросов. Удастся ли это сделать в матче с более сильным соперником? Венгрия же вообще после Евро очень сдала. Ну, видимо, достигла потолка своего. Она крупно проиграла Португалии. Она вообще проигрывала многим командам выше себя в рейтинге. И другим участникам тоже Евро проигрывала. Поэтому, ну да, наверное, достигла своего потолка. Но даже при этом проблемы в опорной зоне сборной России были очевидны совершенно. Денис Глушаков в качестве опорника мною, вот по крайней мере мною, не видится совершенно. Нужен конкретно мастер-битый футболист, который мог бы вот именно эти функции осуществлять в сборной нашей. Но я так понимаю, что его сейчас нет. Игорь Денисов, я так понимаю, в сборную вызывать черчисов в устах. Ну, Игорь Денисов, во-первых, ничего не лучше Глушакова. Чем он лучше Глушаков? С точки зрения борьбы, позиций. В этом сезоне Денисов лучше Глушакова? Под Глушаковым был опорник. У меня тапочки, вот они смеются сейчас вот под столом. Я имею в виду именно функции разрушения. Функции футболиста, которые находятся над линией обороны. Функция опорного полузащитника заключается вовсе не в том, чтобы разрушать или созидать. Функция опорного полузащитника заключается в том, что это точка баланса. Именно поэтому они так не похожи бывают друг на друга. Именно поэтому Серкио Бускет так не похож на Арину Гатузу, например, или кого-то еще. Это точка баланса. Какая придумана точка баланса в сборной России, мы пока еще точно не знаем. Мы можем начинать уже об этом догадываться. Но если в этом качестве Черчесову не пригодился Денисов, то и Господь бы с ним. Кроме всего прочего, еще и повреждения получил Роман Зобнин. Причем существенные, не будет его примерно 4 или 5 месяцев. В принципе, учитывая тот сезон, который провел Роман в «Спартаке», конечно, для сборной, наверное, это огромная потеря. Это потери, но, во-первых, я хочу сказать, что и футбола без травм не бывает. Это, во-первых, извините за банальность. Во-вторых, футболисты, которые провели выдающийся клубный сезон, очень часто в турнирах сборных играют слабо, просто потому, что они выдыхаются морально, в первую очередь. Они решили задачу. Может быть, с Зобнином бы этого не произошло, но, тем не менее, мы должны об этом думать. В-третьих, если в сборной России Зобнин стал незаменимым игроком, со сборной России что-то не то. Вот, и, наконец, четвертых. Я очень надеюсь, что Роман Зобнин вернется полным сил и здоровья не через пять, а через три месяца и как можно скорее вольется в состав своей команды, потому что его игра приводила лично меня весной просто в восхищение и дарила надежду. Как раз давайте про состояние Романа... Просто драматизировать не нужно. Ну, послушайте, человек, ну, вы говорите, в сборной сейчас сломали нам игрока сегодня. Да, были такие разговоры, правда, тем более от параллельщиков Спартака непосредственно. Ну, послушайте, ну, человек оставил мяч, собственно говоря, да, но это может пройти с кем угодно и когда угодно. Это, может быть, даже вот, когда бабушку через улицу переводили, вот это, как ты говоришь, падал там Тима Вернер, да, вот, но это правда возможно, поэтому это не нужно драматизировать, а молодой парень, его нужно поддержать, его нужно, так сказать, поддержать морально. Спартак поддержал его тем, что он не стал отзывать свое предложение по контракту. Ну, вот, извините, травма в футболе бывает, ну, что же теперь сделаешь-то, интересно. Да еще и на исходе сезона. Вы подумайте, что, может быть, это на самом деле связано еще и с тем, сколько он сил отдал в этом сезоне, что это, что называется, усталость металла, хотя небольшой в этом отношении медик. Там, на самом деле, самая-то главная проблема всегда, вот, люди часто задают вопросы, я в свое время тоже им задался и поговорил с нашими лучшими медиками спортивными. Вот, допустим, у одного футболиста на одной и той же ноге два раза рвалась крестообразная связка. Какое это имеет значение? Извините. Так. Никакого. Никакого. Потому что это две разные крестообразные связки. Это не одну и ту же сшивают два раза, и она становится тут слабее. Крестообразная связка – это связка, которая пересаживается с бедра впоследствии, да? Она одна заменяется другой. Там имеет значение совершенно другое. Вот об этом буквально через минутку будем вести разговор. Хорошо. Реклама. Поймать волну, разогнать эмоции до предела и стать обладателем Сузуки Витара от 965 тысяч рублей. Сузуки Витара. Большие планы на лето. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 30 июня 2017 года на автомобиле Сузуки Витара 2017 года выпуска. Подробности на suzukidefismotor.ru Спорт-ФМ Будь первым! До Кубка Конфедерации осталось 10 дней. Спорт-ФМ Мы делаем спорт ближе. А сейчас 100% футбола. Продолжаем 100% футбола на Спорт-ФМ. С вами Сергей Курманов и Василий Уткин. А как раз мы про травму Романа Зобнина вели речь до паузы. И давайте по этому поводу послушаем главного врача сборной России Эдуарда Безуглова. Прямая речь. К сожалению, вчера во время игры абсолютно ничего не превращающегося в ситуации началась травма. Сразу после прилета из Будапешта в клинике ФМБ России было выполнено МРТ. Был проведен ряд консультаций. Роман в понедельник полетит в Италию в сопряжении врача сборной, где с очень большой вероятностью будет выполнена операция по пластике и передней креслообразной связке. Ориентировочный срок реабилитации. Но загадывать тяжело. Но после этой клиники, после этого хирурга, когда все хорошо идет, это около 4,5-5 месяцев. Георгий Джики сегодня тренируется вместе с теми ребятами, которые вчера весь матч провели. Может быть, в общей группе тренируются. Есть небольшие проблемы, связанные с ушибом сустава, которое вчера во время спасения было осуществлено. Но я думаю, что никаких угроз для здоровья и тренировок в общей группе в настоящее время не существует. Ну и, слава богу, это был главный врач сборной России Эдуард Безуглов. А сейчас к нам присоединяется Мария Терская. Свежий выпуск спортивных новостей. Мария, приветствуем. Рассказывай. Да, еще раз добрый вечер всем. Вновь начинаю я с тенниса. В мужском одиночном разряде Ролан Гаросса. В эти минуты британец Инди Марри встречает с японцем Кейни Сикори. В первом сете Марри уступает, между прочим, 1-3 и 2-3 уже. И в параллельном матче Стэн Вавренко из Швейцарии играет с хорватом Марьином Чиличем. Также первый сет. И Вавренко впереди 1-0. Напомню, ранее чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Каролин Гарсио в, соответственно, женском одиночном разряде. Встречу завершил со счетом 7-6-6-4. Возможно, это была встреча с северной и южной Каролиной. И в параллельном матче румынская теннисистка Симона Халиб взяла верх над украинкой Элиной Светолиной. Здесь 3-6-7-6-6-0 в пользу Халиб. И еще раз напомню не очень приятную новость. Сралан Гарос, россиянки Елена Веснина, Екатерина Макарова, последней из представителей нашей страны на этом турнире. Сегодня в четвертьфинале парного разряда уступили Люции Градецкой и Катер Жене Синяковой из Чехии со счетом 1-6-4-6. К футболу голкипер Пеппер Рейн отклонил предложение Наполя о новом контракте. Сообщается, что клуб предлагал ему продлить, заключить контракт на два года, однако футболист... Однако рассмеялся он им прямо в лицо, как мальчишки-бальчишки. Да, 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 рассмеялся прямо в лицо, потому что хочет Рейна получать 3 миллиона евро в год. Ну, а итальянцы сказали нет денег. Пеппе, да, что-то 3 миллиона. Пеппе, извини, да. За Наполя он играет с 2015 года, провел там 135 матчей и пропустил 137 мячей. То есть, получается, по мячу за матч. Практически. Можно еще на миллионы было пересчитать. И можно немножко Санта-Барбара в конце выпуска. Сообщается, что нападающий Монреале Александр Адулов развелся со своей супругой, известной гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Подписание форвардом нового контракта с Монреалем затянулось именно из-за потенциального разрыва отношений с Дмитриевой. Из-за разрыва брачного контракта с Дмитриевой, наверное. Да, да, да. Я думаю, что... Который наверняка имел место. Я об этом и думаю, что не обошлось без финансового вопроса. Ну, Дарья Дмитриева, она же не дура. Честно говоря, подобные новости хочется только одним прокомментировать. О-о-о! Честно. Вот как-то подобным образом, правда. Нравилась тебе эта пара Радулов-Дмитриева? Честно говоря, я не особенно за ними следил. Если честно, я не знаю, какой выглядит Дарья Дмитриева. Хотя, уверен, что... Субатичная. Я уверен, что красавица. Просто я не знаю это. Я не видел. Я не представляю себе. Ну, в общем, деньги для Радулова оказывается важнее красоты. Спасибо большое. Говорим Марии Терской на этой замечательной... Любовь зла. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем. Сто процентов футбола на Спорт-ФМ. С вами Сергей Курманов и Василий Уткин. Напомню, 9 июня в 19.00 товарищеский матч сборных России и Чили, разумеется, в прямом эфире на Спорт-ФМ. Сегодня прошла тренировка с участием футболистов нашей сборной. Ну и после этой тренировки высказались игроки, выступающие за нашу команду. В частности, давайте послушаем Дмитрия Камбарова. Прямая речь. Сейчас второй день после игры. Он тоже считается восстановительным. Занимались больше тактикой. Ну и такие упражнения восстановительные. Сейчас уже готовимся к игре. Потом еще будет время подготовиться. Уже недельный цикл. Уже к началу Кубка Конфедерации. Все восстановился полностью. Был небольшой спазм. Поэтому решили поберечь, чтобы не получить серьезную травму. Сейчас уже полностью восстановился. Но задача стоит выиграть. Поэтому будет невыполненная задача. А это всегда плохо. Но он так и нас настраивает. Только на победу вселяет нас в уверенность своим поведением, своим настроем. Это был Дмитрий Камбаров, защитник сборной России. Да, я не закончил разговор о крестообразных связках. Я говорил о том, что в принципе не так принципиально вопрос, сколько раз рвется крестообразная связка, потому что она каждый раз меняется, остается новая. Это не восстановится старая, остается новая. Проблема заключается в том, что, во-первых, это просто очень тяжелый и долгий восстановительный цикл. И футболист надолго выбывает из нормальной жизни. А проблема, собственно говоря, медицинская, как мне объясняли медики, в частности, наш замечательный доктор Сергей Архипов, он мне объяснял, что здесь дело все в том, как именно она порвалась. Потому что если она порвалась посередине, то это, в общем-то, практически ничего. Это вот то, что называется приживается новое, и если человек выдерживает восстановительный цикл спокойно, не уходит в загул, во что-то еще, не имеет проблем с лишним весом, это все восстанавливается. Но есть вот моменты, где связка крепится, собственно говоря, к коленам. Это так называемые хрящи. Вот если в этом месте провалось, это очень тяжело. Для последующей связи? Да, потому что это незаменяемо. Это уже, что называется, лечибельно. То есть это либо лечится, либо нет. Купируется, да? Да, 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 совершенно верно. Поэтому очень важно, что пострадало ли присоединение именно самой связки к колену. А Василий Брай, я понимаю. Я объясняю, как дилетант, но я объясняю со слов профессионала. Судя по всему, если я правильно понял, именно во втором случае, если травма происходит, то она обрастает рецидивами затем. Были такие случаи в большом количестве? Нет, просто лечение гораздо сложнее. Это уже гораздо более сложное лечение. Я имею в виду, что если человек два раза порвал крестообразную связку пополам, вот просто посередине, да, то это означает, что его проблема в том, что он два раза по полгода восстанавливался. Это непросто. Это непросто. Потеря года карьеры, жизни, в конце концов. Но это не делает крестообразную связку хуже. Она там такая же точно стоит. А вот если она провалась в месте крепления к хрящу, вот тогда это сложнее. Прочитал недавно фразу одного из врачей спортивных о том, что крестообразное, вообще строение колена является несколько более сложным, чем строение мозга для изучения и для работы с этим. Якобы. Дело в том, что с мозгом никто особо не рискует работать. Но мы, видимо, уже после. Да, с мозгом работают обычно, прикладывая к голове лед и выпивая баралгин. А все остальное, да. К сожалению, я знаю много драматических случаев, и к некоторым из них имею некоторое касательство. Ну, это тяжелая история, извините меня за шутку. Я знаю прекрасно о том, как тяжелы эти травмы, но действительно, если считать, что колено устроено сложнее, чем мозг, это, ну, примерно то же самое, что считать, что кулак устроен гораздо интереснее, чем нос. Возвращаемся к вопросу, связанному с матчем против сборной Чили. Также сегодня, после тренировки, к журналистам вышел Виктор Васин. Давайте его послушаем. Прямая речь. Ну, не такие раскрученные, но, в принципе, перспективные есть, которые в будущем, возможно, будут на таком же уровне играть. Раскрученные в плане, что люди играют в топ-клубах Европы, которые трудно сопасать с клубами нашего чемпионата. Не то, чтобы прыгнуть выше головы, надо просто организованно играть в обороне всей команде, компактно, чтобы не дать этим людям пространство. Только командной игрой можно против них хорошо сыграть, я думаю. Я думаю, каждый футболист в этой сборной верит, что мы можем выиграть Кубок Конфедерации. Тренера, я думаю, у всех одинаковые, то, что все хотят выиграть. Взаимное понимание есть, как бы, все равно время надо, но Венгрия показала, то, что есть взаимопонимание, в принципе. Я думаю, с каждой игрой будем прибавлять. В процентах трудно сказать, но больше, наверное, наигрываем три защитника, чем два. И Камбаров и Васин оба сказали о том, что задача только одна. Нет, но Васин сказал вообще выдающуюся фразу. Он сказал, что необходимо говорить компактно, чтобы не дать людям пространство. Пространство. Главное, чтобы это не был Голокол в данном случае. Нет, дело в том, что у него получилось и то, и другое. Сразу все вместе. И надо сказать, что это и есть самое важное. Что не надо дать им пространство и не нужно обязательно давать им делать вот это самое дело. Как говорил Прокопенко, Виктор, если не ошибаюсь, то ли в перерыве, то ли перед матчем Ротор Манчестера и на это главное, что в танке. Вот именно это. Да, совершенно верно, совершенно верно. Так что Виктор Васин, я считаю, что сейчас просто вот этой фразой, этим, как она звучала, он просто вошел в число танцаронов нашего футбола. Напомню, что с 19.00 для жителей культурной столицы нашей страны стартует программа «100% Петербурга». Сегодня в эфире звездный гость, советский и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Слушайте, обязательно. Мать честная, вот это нельзя пропустить. Нельзя пропустить. Безусловно. У нас постепенно к концу подходит первый час программы «100% Футбола». После поговорим, разумеется, про финал Лиги Чемпионов, о чем мы в пятницу с Василием также ввели речь. Ну и пообщаемся о тех событиях в нашем футболе, которые продолжают происходить. В частности, обсудим переименование футбольного клуба «Терек». Вероятно, и весьма важное. А, уже состоялось? Но к этому все идет. Ну, скажем так. Ну, а пока нас ждет небольшая пауза. Возвращаемся через примерно 7-8 минут. Реклама Галс Девелопмент представляет жилой квартал «Достояние» в Кунцево. Видовые квартиры с высокими потолками, пентхауса с террасами, собственная территория с пространствами для отдыха. «Достояние» лучший строящийся квартал бизнес-класса по версии «Урбан Вёрдс» 2016. Успейте купить квартиру по выгодным ценам от 9,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Достояние» «Дефисгалс.ру» за Укунцевоинвест. А электрику в квартире я сделаю сам. Мосэнергосбыт предупреждает «Не будь экстремалом, звони профессионалом». Замена проводки, реконструкция электросчета и многое другое. До 15 июля действует скидка 10%. Подробности акций и условия предоставления скидки на месэлектрик.ру. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. «Спорт-ФМ» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И Собянин в режиме онлайн ответит на вопросы горожан в социальной сети ВКонтакте. Как говорится, на официальной странице Собянина в этой соцсети трансляция начнется в 8 вечера. Руководство Рубина провело предварительные переговоры с Курбаном Бердеивом, заявил президент Казанского клуба Радик Шаймиев. По его словам, на сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент еще не расторгнут договор с испанским тренером Хабьером Грасси. И Шаймиев выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время. Далее курсы валют. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра снижен 56 рублей 59 копеек. И курс европейской валюты также официально понижается 63 рубля и 72 копейки. При этом на торгах на московской бирже рубль довольно серьезно отступает к обеим валютам. Пока у меня все. Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в Москве. Сейчас в городе около 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Метеорологи обещают ближайшую ночью похолодание до плюс 11 градусов. Будет малооблачно. Завтра днем ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. И днем температура воздуха составит так же, как и сегодня, от плюс 19 до плюс 21 градусов. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Продолжаем сто процентов футбола на Спорт.ФМ. Еще раз напомню, нам сегодня 11 лет. Мы сегодня празднуем очередной день рождения. Ну и по этому поводу, в том числе, решили у вас поинтересоваться, кто же, на ваш взгляд, является лучшим 11 номером в мировом футболе. В нашем голосовании в группе ВКонтакте Спорт.ФМ продолжает лидировать Неймар. Ну и, разумеется, в комментариях очень многие упоминают Андрея Тихонова. Да. Сейчас поговорим о том, что случилось в субботу в финале Лиги Чемпионов. Мадридский Реал разгромил Ювентус со счетом 4-1. В итоге так получилось, да. И в футболе европейским клубам осталось очень немного вещей, которые кто-либо еще не смог достичь. Осталось только, чтобы еще Бенфика что-то выиграла, разрушив проклятие Белы Гутмана. Ну, это не то, чтобы она чего-то достигла, это конкретное проклятие Бенфики. Да, да, в данном случае. Но Реал дважды подряд выиграл Лиги Чемпионов. Еще очень много есть новых задач, нерешенных. Вот, в частности, Сергей Александрович Фурсенко снова сказал, что «Зенит» теперь должен выиграть Лиги Чемпионов. Но я этого ждал, учитывая те заявления, которые от него мы слышали, когда он работал во главе НФС. Ну... Максимально высокие задачи. От него вообще всегда можно ждать всего. Тем не менее, впечатления от финала? Кроме победы. А, вот даже так? Да. Интересно будет проверить эти слова уже на фоне «Зенита» с его руководством. Посмотрим. «Зенита» я желаю всего только всего наилучшего. Одна из моих любимых команд. Так вот впечатления от финала, Вася. Ну, я не могу сказать, что у меня как-то очень много впечатлений от финала, которые сейчас могут показаться кому-то интересными. Поскольку финал уже, естественно, один из самых обсужденных матчей. Но я вот говорил перед началом всего этого действия, что я не принимаю и не понимаю логику, что, во-первых, обязательно нужно Буфону, что Ювентус созрел. Я неоднократно говорю, что Ювентус не помидор, чтобы зреть, вот, и не кун тыквы, значит, соответственно, тоже. Все это происходит совершенно другим образом. Я думаю, что мы увидели сценарий, достаточно простой по своей, так сказать, конфигурации. Мы увидели, что Ювентус действительно придумал, как играть против «Реала» и старался так против него играть. Но дело в том, что у «Реала» есть вот такая небольшая вот такая штучка, вот такой вот, понимаете, как в фильме «Форсаж», вот так вот. Нидро. А у «Ювентуса» нет. И в этом исключается главный, да, вывод по поводу того, что было в этом финале. Ну, просто, лично я был, наверное, среди тех людей, которые тоже ратывались за «Ювентус», понятное дело, а тут... Я тоже думал, я разбирал, я анализировал. У нас вот мы в «Баре Пролив» с Володей Стагниенко тоже спорили, у нас там новый проект есть. Мы с ним сходились в том, что, в общем, наверное, у «Ювентуса» больше шансов. Ну, просто это просчитываемые вещи, а есть вещи непросчитываемые, вот и все. И на котором как-то немножечко закрываем глаза, мы закрываем глаза за то, что, в общем-то, реал просто наглого сильнее «Ювентуса». Получается так. Учитывая то, каким был финал, получается именно так, особенно в контексте того, какую дорогу «Ювентус» прошел к этому финалу. Ведь уровня оппозиции, скажем так, подобного не было ни от одной из команд, которые противостояли «Ювентусу». Я бы не назвал даже это разгромом, потому что разгром — это когда возникает ощущение такой конницы, несущейся лавой, которая затаптывает соперника и так далее. А здесь другая ситуация. Здесь просто вот, условно говоря, вышли на ринг два боксера. И вроде бы один против другого держится, потом пропустил один, пропустил два, думаю, ой, нет, это все, это конец, нет. И моральное разложение в течение самого матча, особенно во втором теме, было заметно, насколько именно эмоционально «Ювентус» не верит в происходящее. Просто стало понятно, что кто сильнее, вот и все, и что нет шансов. Ну и потом, кто играет за «Ювентус»? За «Ювентус» играют те, кого не взяли в «Реал». Хидира, Игуаин. Кого брали из «Реала» в том числе? Нет. Кого отдавали из «Реала». Почему еще не обязательно напрямую. Хидира, Игуаин, Дани Алвеса не взяли в «Реал» когда-то. Потому что вообще-то Дани Алвес, конечно же, звезда «Барселона», но не будем забывать, что Дани Алвес вообще-то начинал играть в «Севилье» из молодежной сборной Бразилии. А в «Севилье» кто его вытеснил с места правого защитника? Серхио Рамос. Серхио Рамос. Взяли Серхио Рамос, этого не взяли. Вот я говорил, что Кейлор Наус не хуже вратар, чем Буфон в данный момент. Я не имею в виду величия. Вот тут никаких вопросов нет. Буфон грандиозная фигура, один из величайших вратарей. Но в данный момент Кейлор Наус ничуть не слабее Буфона. И, кстати говоря, если бы Наус в первые эти 10 минут не потащил тот мяч, ну вот тогда, может быть, пошло бы по-другому. У Ювентуса был шанс зацепиться, конечно. Ну и, наверное, первые 15-20 минут были очень хороши в исполнении Туринца. Ювентус уважаемый соперник, что там говорить. Просто не читая Реалу оказался. Лично для меня впечатление от этого финала было испорчено эпизодом с Хуаном Куадрадо и Серхио Рамосом, признаюсь честно. Не красят такие вещи в финале чемпионов никак. Я лично, признаюсь честно, я очень громко смеялся, когда это увидел. Причем находился я в баре, смотрел этот финал неподалеку от дома. Зато нас не любит отец Герасим, что мы его бороду фаброй красим, писал Козьма Прудков. Вообще этот финал красить или не красить не обязательно. Это вовсе не... Ну, какие-то эпизоды всегда случаются, боже ты мой. А сколько было эпизодов, когда Серхио Рамос главой на Буцу шел? Были такие вещи, это правда. Но я просто после этого... А вот тут такой эпизод случился. Я просто после этого эпизода, честно говоря, зарекся когда-либо критиковать наших судей, например. Потому что мы же все ставим в пример тех, кто работает за рубежом. Насколько это справедливо или нет. Но, честно признаюсь, я такого от Феликса Брыха мало ожидал. Что он среагирует на это соответствующим образом и покажет вторую желтую Хуану Куадрадо. Ну, я еще раз говорю. Эпизод, конечно, яркий, но я не считаю его определяющим по отношению к манчу. Ни в коем случае. Вот. И понимаете, это как вот... Простите меня, простое сравнение. Но вот вы знаете, если бы сейчас обсуждали, что кто-то вдруг громко пукнул. Вот. Ну, на это просто не обращают внимания. Ну, бывает такое, что ж теперь поделаешь? Ну, вот... Вот... Стошнил человек в неприличном месте. Ну, что теперь поделаешь? Ну, стошнил и стошнил. Давайте забудем об этом. Бывает. Да, бывает. Случается. Случается. Тем более, два латиноса вот сошлись. Горячие парни. Горячие парни, да. Да, оба прекрасно знают, что такое как выставленный локоть, так и стимуляция. Ну, тут обсуждать-то долго чего. Ну, и как раз... Они в таких случаях раньше на кинжалах или на навахах дрались. А теперь они вот просто, ну, по-другому получаются. Такая современная игра престолов, только на футбольном поле получается. В игре престолов подобных подонских эпизодов вообще хватает. В большей степени, да. Выше крыши, да, совершенно верно. Да, это правда. Резюмируя вот вышесказанное про финал Лиги Чемпионов, вопрос к нам приходит от Джабулани через Вайбер. Многие из моих знакомых говорили, а что это за тренер Зидан? Да любого поставь в эту команду, и она заиграет. А на ваш взгляд, какова заслуга этого очень уважаемого мной гениального футболиста, пишет нам Джабулани? Очень хорошо, Джабулани. Вот вы спросите этих людей, почему это не они, те любые, которых поставили в Реал? А потом давайте обсудите с ними, что можно поставить любого. Но ведь не любого же. Были любые в истории Реала за последние лет 15? И что в итоге было с Реалом опять-таки? Ну, прям скажем, никто никогда не видел великого тактика или какого-то там грандиозного мыслителя Висента Дельбургский, который в итоге выиграл все на свете. Тренер, это как, вот мы говорили об этом чуть раньше, а в Бурденбург защитники. Тренер, это тот, кто нужен. Тот, кто нужен данной ситуации, тот, кто нужен этой команде. Кто-то с ней справится. Кто-то сумеет. Нет, Реал команда далеко не изощренная тактически. У нее нет наигранных тактических, нет наигранных схем розыгрыша стандартов, например, и так далее. Там только одна схема, по большому счету. Да, 7 шагов назад, разножка, и потом разбег и удар. И еще в жутке поправить пробор. Идеально составленный, да, понятно. Да, идеально составленный пробор, да. Ну, по-другому устроена команда, что ж поделаешь, понимаете? Дело все в том, что вообще все развитие мировой футбольной мысли, оно движется всегда двумя путями. Только два пути есть. Есть несколько команд в мире, их круг несколько меняется со временем, иногда одни, иногда другие. Но в целом Реал почти все в этом кругу. Есть несколько команд, которые в состоянии собрать у себя лучших игроков. И дальше уже не важно. А другие команды строят против них ловушки. У кого-то получается, у кого-то нет. У кого-то получается, у кого-то нет, совершенно верно. Иногда работает, иногда нет. Вот, ты знаешь вообще, что такое Катеначо, как оно было придумано? Так, я, честно говоря, читал книгу, соответствующую по футбольной тактике. И Катеначо, если не ошибаюсь, в Интере было изобретено аргентинским специалистом, если я ничего не путаю. Фамилию сейчас попытаюсь вспомнить. Ленио Эрера. Эрера, да. Нет, это не совсем так. Возможно, Ленис всем корректно поставил вопрос. Все дело в том, что человек, который придумал Катеначо, он работал в команде, которая смоглась на берегу моря. Вот. И он шел вдоль берега моря, и он увидел, как рыбаки тащат сеть. А сеть состоит из двух частей. Первую часть подойдет крупная рыба, а вторую мелкая. Вот. Вот таким вот образом. И он понял, что... Ну, это легенда, конечно. И он тогда решил, что это отчасти такая христоподобная идея, да, там, как вот... Море рыбы сеть. Да, ловец человеков, да. Вот. Что должны быть две линии. Вот. Кто-то просачивается через первую, но попадает обязательно во вторую. Вот это и есть Катеначо, собственно говоря. Это совершенно... Это отнюдь не характеристика итальянской системы игры и не итальянских ценностей. Это совершенно определенное построение футбольное. Вот. И это ловушка. Она была придумана. Соответственно, соответственно. Вот у меня к тебе вопрос простой. Да? Ты человек молодой, но не юный. Согласен. На какой позиции играл в реале в матридском Зинзин Зидан? На позиции... Так. Десяткой не могу его назвать, честно говоря. Он... Конкретная позиция. 4-2-3-1 они играли. Какая позиция Зидана? Центральный полузащитник, по-моему. Ерунда. Так. Левый. Крайне левый полузащитник. Левый полузащитник был Зидан. Почему ты его там не помнишь? Возможно, я Испанию смотрю... Дальше я буду... Дальше я буду просто тебе рассказывать. Хорошо. Потому что в реале были собраны выдающиеся футболисты. А выдающиеся футболисты, они... Что, в частности, могут обеспечивать? Они могут сделать так, что вот один футболист закрывает полторы или две позиции. По левой бровке в реале играл Роберто Карлос. И ему поддержка была нужна. Только если вот без мяча. Но чтобы он один против двух не оказался. А так Роберто Карлос фигачил по этой своей левой бровке туда-обратно. А Зидан смещался, соответственно, в середину. А Зидан оказывался свободным. И он мог оказаться лишним где угодно. И, соответственно, любой другой человек, которого он подменил, мог оказаться лишним где угодно. Вот это создаёт преимущество. И никакой другой тактики не надо было реалу. Я не имею в виду, что только этого одного примера бы хватило. Но суть именно в этом. А освободите мастера, иными словами. Это не схема. Это не схема. Это создание численного преимущества на какредных участках поля. Создание свободы на участках поля. Вот что это такое тактика. Они, вот все эти бесконечные номера телефонов, которые вы так любите, 4-2-3-1, там и так далее, там подобное. Вот, которым вы перезваниваетесь друг с другом и со зрителями в эфире. Да и нужно, если у вас есть Аберта Карлос, которая закрывает две позиции, найдите Зидана, который получает от этого свободу. И все. Свобода мастера, иными словами. Да. К нам присоединяется Мария Терская. Маш, приветствуем, что у нас свеженького в мире спорта. Да, еще раз добрый вечер всем свеженького Энди Мары. Я просто с позором, на мой взгляд, проиграл первый сет Киевни Сикори. Это матч Ролан Горос 6-2. С таким счетом выиграл японец эту партию. Но во второй Марой, слава богу, впереди 2-1. И в параллельно... Почему так, слава богу? Почему с позором? Ну, это мой любимый теннисист. С одной стороны... Нашли вы себе ваш любимого теннисиста. А что с такой это? Почему нет? А что, да, почему вы против Василия? Как это некрасивый? Во-первых, некрасивый. Во-вторых, невезучий. Пока сильные были игроки, он всем проигрывал. Он был четвертый номер из четырех. Очень даже красивый. А остальное неважно. А дело вкуса. Мне другое немножко смущает, то, что многие продолжают недооценивать Киевни Сикори. Прекрасный теннисист, особенно для... Тут о красоте я говорить не буду, извините. Не-не, ни в коем случае. Я, прежде всего, имею в виду его мастерство чисто теннисное. Нет, ну пусть он будет мастером, хорошим теннисистом, но Маре... Ну что это, Маре? Коротконогий, рыжий, боже ты мой. Но Маре не надо обыгрывать. Хорошо, допустим, Маре и дальше. Параллельная встреча. Стэн Вавренко и Марин Чилич в первом сете Вавренко взял верх над соперником 6-3, но вторая партия только стартовала. В футболе левый защитник Аштарила Айлтон Феррейра продолжит карьеру в ЦСКА. За 60% прав на игрока португальский клуб получит около 2 миллионов евро. При этом сохранит, соответственно... Около 30% крова его получит. При этом сохранит за собой часть прав на этого футболиста. А вот 15% от суммы получит Флуминенс. Это бывший клуб 22-летнего бразильца. Господи, какие сложные финансовые операции. В Бразилии вообще с этим большие трудности, особенно когда многими клуболистами агентами владеют. Вот как Маша построит стадион в долг. Вот так и будешь думать. Как 15% Луминенс, 10% Аштарила и еще половина правой ноги в Караваево. ЦСКА разорится. Например, да. И еще о финансах. 12 клубов континентальной хоккейной лиги имеют задолженность по зарплате, бонусам и премиям перед игроками. Об этом сообщает пресс-служба Лиги. У большинства клубов задолженность составляет аж целый месяц. Задержки в Амуре составляют 2 месяца. Есть и просрочившие выплаты на гораздо больший срок. Например, Слован 4 месяца и Адмирал 3 месяца. Ну, я напомню, что соведи... Адмирал как-то не пафит. Не солидно, да. Я понимаю, там Амур, да? Ну, Адмирал. Да, да. Долги не отдает. Нет, просто когда Амур, долги возникают сами с собой. Но это же Амур. Это же Амур. А тут Адмирал. А тут Адмирал должен стреляться. А что же Слован? А? Что же Слован? Там тоже все плохо? А? Там тоже все плохо? Не так красиво. Слован, это означает, что просто все на словах. Пустые обещания. Напомню, что 24 мая континентальная хоккейная лига... Кстати, знаете, как Адмиралы стрелялись? Честно говоря, нет. Надеюсь, что не на пушках, не установленных на кораблях. Нет, не на пушках. В пистолет наливалась вода. То есть водный пистолетик? Нет, это не водный пистолетик. Обладает страшной разрушительной силой. Это означает, что просто невозможно его употребить иначе. Когда морской офицер оказывался в чем-то виноват, но при этом ему давали возможность, так сказать, с честью уйти из жизни, ему давали пистолет с водой. Чтобы не оставалось возможности избежать этого. Чтобы, да, чтобы он не мог никому уже причинить беды, чтобы он не смог там сбежать и так далее. Этим можно выставить только в себя. Если честно, я всегда думал, что морские офицеры устраивают дуэли на кортиках, но... Ну, на кортиках не знаю, но вот, в частности, у Валентины Пикули, у которого есть масса других проблем с историей, но вот эта процедура описана очень достоверно. Мария, что-то еще? Я хотела напомнить, что в конце мая совет директоров континентальной хоккейной лиги принял решение о том, что в случае непогашения долгов по зарплате до 1 июля на клубы наложат штрафа в размере 20% от суммы этой задолженности. Их страшно напугают. Им сделают страшное лицо. Вот, вот так вот руки вот такие вот, как когатками сделают, да. В общем, адмиралу, нужно готовиться. Ну, не знаю, закончится или нет. Может, кого и порвут. Вот заодно и простыдим. Спасибо большое. Говорим Марии Терской. Слов спорт.фм. 100% футбола на спорт.фм. С вами Сергей Курманов и Василий Уткин. Завершая разговор про финал Лиги Чемпионов, один вопрос у меня лично остался. Ну-ка. Мадридский Реал способен основать, ну, выражаясь языком, закианских спортивных команд, династию. Способен ли этот клуб еще раз и два и три подряд выиграть Лигу Чемпионов? Ну, мне кажется, что три из четырех – это и есть династия, в общем-то. Это то, что вкладывается в понятие династия. В остальном, я думаю, что, наверное, это спорный вопрос, поскольку… Сложный вопрос, поскольку… Ну, я думаю, что в нынешнем виде Реал не сможет просто считать больше, чем еще, как минимум, и еще максимум один год. Я сейчас немножко запутался. Я знаю, что Атлетика продлили еще на год запрет на трансферы. Да. А вот Реалу я не помню, продлили или нет. Насколько мне известной информации подобной пока не поступало. Вот, по-моему, пока не поступало. Но если продлят, то вот это будет последний год существования Реала в этом виде, а дальше, дальше он будет меняться довольно сильно интенсивно. В силу возраста футболистов, которые имеются сейчас, основных? Ну, в силу просто, что время пришло, что ж теперь делать? Понимаете, это вот… Нельзя сказать, что пришло время выиграть Ювентусу Лигу Чемпионов, потому что Ювентус не помидор. Ну вот, с точки зрения возраста, каждый футболист в своем роде помидор. И наступает ему время, так сказать, быть сорванным с ветки и положенным дозревать, а потом его съедят или засолят или как-то еще в этом роде. Ну, в общем, конечно, понятно, что, собственно, Криштиан Роналду в прошлом году сообщил, что он существенно меняет свою систему физической подготовки для того, чтобы стать легче, для того, чтобы… потому что в своем нынешнем возрасте, в своих нынешних кондициях он не в состоянии носить себя такого здорового и крепкого. Это о чем говорит? Это о возрасте. Ну, и к адаптации к условиям. Это уже скорее говорит о его мастерстве и способности управлять своим силом. Вот, но тем не менее, Реалу придется меняться. Я думаю, что там заложены были довольно большие традиции для династии. И вот к вопросу Ози Дане, когда говорят, что вот кто бы угодно пришел, там Джабулани писал, там ему друзья говорили, что кто угодно из друзей Джабулани могли бы совершенно спокойно все это проделать. Вы знаете, вы обратите внимание, что ведь у Зи Дана все трое детей футболисты, причем футболисты на своем уровне уже признанные. Не всякий футболист, признанный на молодом уровне, дорастает до взрослого. И это очевидно совершенно. Там другая конкуренция совершенно. Но если они стали футболистами, они не могли им стать без поддержки своего отца. Они не дикоросы, так сказать. Они, безусловно, получали совет. Они, безусловно, получали возможность работать с правильными людьми. А это означает, что отец их знал, где правильные люди. Они получали совет. Они мужали. И они все стали футболистами. Говорят, самый талантливый тот, который вратарь. Энцо. По-моему, Лука. Ну, насколько мне известно, он будет... Энцо, по-моему, старший. Насколько мне известно, Лука будет тренироваться с основной командой в течение межсезонья. Может быть. Может быть. Но это стандартная практика, когда просто, опять-таки, многие футболисты дольше отдыхают. Основные. И поэтому на первый сбор всегда ездят игроки из второй команды. Так часто бывает. Опять-таки их смотрят. Вот как раз насчет самого зрелого помидора. К счастью, Криштиан Роналду приезжает в Россию на Кубок Конфедерации. Сегодня появился список футболистов сборной Португалии, которые будут участвовать на этом турнире. И появилась информация о том, что Криштиану интересуются Манчестер, Юнайтед, Парис Нажермен и Монако. Более того, называется возможная сумма трансфера. Это 180 миллионов евро. Я, честно говоря, слабо себе представляю, что Криштиану куда-либо из Реала уедет. Ну, почему? Может уехать в Китай, только я думаю, что это будет после чемпионата мира, наверное. Ну, я думал, что Криштиану, насколько он стремился попасть в мадридский клуб, мне казалось, что это было бы и разумно, и красиво карьеру именно там завершить. Что он именно там повзрослел окончательно. Старик, ну если быстро попасть в мадридский Реал, мы бы, конечно, сделали все, чтобы завершить карьеру в мадридском Реале. Но мы не Криштиану Роналду. Да, но Криштиану Роналду имеет свои представления о карьере. Вот. И карьера большого футболиста имеет разные, так сказать, этапы. Давайте вспомним карьеру Бекхэма, который успешно съездил в Америку, который сейчас будет собственником команды в городе Майами. Вот. Это лучше, чем быть собственником команды в городе Чикаго, например. Хотя Чикаго сейчас один из самых лучших городов, но Чикаго не очень хороший пример. Ну, неважно. Но Майами хорошее место, чтобы завести в футбольную команду. А Майами вообще отличное место для всего еще? Для всего, да. Слушай, нет, там ураганы. Л.А. лучше. Но в Л.А. уже есть. Там уже по-другому. Но Майами лучше, чем многие места, которые существуют на этом земном шаре, в принципе. По климату, по обстановке и так далее. Да, я точно знаю одно место, которое вступает Майами по климату. Например? Я выйду на улицу и окажусь на нем. Естественно. Нас ожидает небольшая пауза, после чего поговорим о событиях в российском футболе. Оставайтесь с нами. Нас не будет буквально 7-8 минут. Напомню еще раз. Мы сегодня празднуем 11-летие Спорт-ФМ. Продолжайте. Ты еще не поздравил. Я поздравляю. Продолжайте присылать свои поздравления к нам на мессенджеры. Пока у нас ожидает небольшая пауза. Реклама. Мы приветствуем вас на чемпионате мира по Скороселью. В красном углу. Жилой микрорайон. Изумрудные холмы. В синем углу. Никого. Ну нет соперников. Изумрудным холмам по Скороселью. Скороселье в Изумрудных холмах. Выдаем ключи сразу после покупки. Квартиры от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Рассрочка на 7 лет. Звоните. 37 и 5 восьмерок. Код Москвы 495. Проектная декларация на сайте изумрудные дефискалмы.ру. Застройщик ЗАУ Затонская. Спорткар-центр. В знак поддержки команды Порше в предстоящей гонке Лиман 24 делает триумфальное предложение на все спортивные автомобили Порше. Победителем станет каждый. Спорткар-центр. Крупнейший дилерский центр в Европе. Короткий номер. Звездочка. 918. Процент, процент, процентик. Ну, процент. Иди сюда, мой маленький. Кредит в Локобанке от 12,4% годовых на круглые суммы. 5 миллионов? Куда уж круглее. Отправь заявку онлайн на локобанк.ру. КБ Локобанк АО. Генеральный лиц ДБРФ 27.7. Есть вещи, о которых знают все. Что понедельник день тяжелый. И что Петрович жал. С 29 мая по 30 июля сайдинг, винилон, логистик в ассортименте всего 109 рублей за штуку. Строительный торговый дом Петрович снова жжет. А что для ремонта лучше купить в Каралто? Плитку или сантехнику? Конечно, все вместе. Скидки до 50% на сантехнику и плитку с 1 по 21 июня 2017 года. Каралто. Ремонт по твоим правилам. Подробности и ограничения в правилах акций в магазинах Каралто. Без счетчиков вода теперь мне обходится так дорого. Так поставь водосчетчики. Да, но как выбрать компанию? Зачем сомневаться? Есть ответ. Мосэнергосбыт. Надежность – главный приоритет. При заказе установки или замены водосчетчиков до 15 июля. Коврик для ванной в подарок. Подробности на водобереги.ру. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Галс Девелопмент представляет жилой квартал «Достояние» в Кунцево. Видовые квартиры с высокими потолками, пентхаусы с террасами, собственная территория с пространствами для отдыха. Достояние – лучший строящийся квартал бизнес-класса по версии Urban Awards 2016. Успейте купить квартиру по выгодным ценам – от 9,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 495-725-5555. Проектная декларация на сайте «Достояние-дефизгалс.ру». Зао Кунцево «Инвест». Однажды вы проснетесь и скажете себе. Кажется, в городах митинги не были согласованы и сопровождались задержаниями. Мэр столицы Сергей Собянин в режиме онлайн ответит на вопросы горожан в социальной сети ВКонтакте. Как говорится, на официальной странице Собянина в этой соцсети трансляция начнется завтра в 8 часов вечера. Стал известен весь состав участниц полуфинала в женском одиночном разряде «Ролан Горос». В четвертьфинале соревнований румынка Симона Халип в этот день обыграла представительница Украины Элину Светолину. Борьбу за выход в финал она поведет с Каролиной Плишковой из Чехии, которая обыграла француженку Каролин Гарсию. В другом полуфинале сыграет Елена Остапенко – Латвия. И Тиме-Бачинске – Швейцария. Далее курсы валют. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра снижен. 56,59 рубля. К курс европейской валюты также официально понижается. 63,72 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса – спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о трафике. В Москве 7 баллов. Серьезные пробки. Об этом сообщает сервис Янгс. Пробки. Ситуация на Кольцах. МКАД в обе стороны 8 баллов. Трешка 9, Садовая 9. Бульварная внутренняя 8, внешняя 9 баллов. Крупнейшие пробки. Внутренняя сторона трешки. От Комсомольского проспекта до Савеловской эстакады час 40. Ленинградка от Шеремицкого шоссе до Международного час 20. Тверская. Первая Тверская, Емская от Маховой до площади Тверской заставы. Час 10. И в Нешкомкаде от генерала Дорохова до Ясенева 55 минут. Восемь команд участниц, восемь футбольных культур в Казани, Сочи, Москве и Петербурге борются за главный мировой трофей года. От России до Новой Зеландии. От Чили до Камеруна. Спорт.ФМ расскажет о наших гостях все. У каждой страны будет свой день. Генеральная репетиция чемпионата мира 2018. Начинаем 13 июня. Слушай Кубок Конфедерации только на Спорт.ФМ. Спорт.ФМ. Станованный с нового сезона название команды будет носить имя Ахмата Кожи Кадырова. То есть футбольный клуб Ахмат. Теперь футбольный клуб Ахмат. Ахмат Хаджи. Ахмат. Непосредственно. И документы, соответствующие поданы. Судя по всему, они будут удовлетворены. И таким образом у нас появится команда с другим названием. Но та же самая команда из Грозного. Я признаюсь честно. С одной стороны, ну, поменяя название, вряд ли что-то сильно поменяется в отношении того, как команда будет играть. Хотя, с другой стороны, у Терека и в будущем у Ахмата новый тренер Олег Кононов. И наверняка это будет совершенно другой футбол, в отличие от того, что мы видели, допустим, в прошедшем сезоне. Но, я признаюсь честно, для меня эта история с переименованием команды в ФК Ахмат оставила очень такое странное впечатление. Объясню почему. Мы все знаем, какие у нас отношения между болельщиками футбольных клубов, которые играют в премьер-лиге. Мы знаем прекрасно, что эти самые болельщики обладают недюжинной определенной фантазией. И мы знаем прекрасно, что далеко не все футбольные клубы, их поклонники, друг с другом имеют хорошие приятельские отношения. И с точки зрения переименования Терека в Ахмат, я боюсь, что, как минимум, в будущем сезоне премьер-лиги будет существенное количество инцидентов, связанных с болельщиками разных команд, которые так или иначе будут использовать название новой клуба. Ну, наверное, это реальная угроза, но люди, которые принимают подобные решения, они же должны ее взвешивать. Ну, это примерно как... Я не хочу сейчас сразу проводить прямые параллели, понимаете, что... Дело в том, что, например, в русских святцах, или как они называются, да, есть огромное количество имен, которые давно не используются. Вот. И, в принципе, можно назвать ребенка, допустим, епипудием, вот, или акакием. Но родители должны понимать, что, наверное, ребенку будет нелегко. В данном случае, действительно, учитывая специфику отношений к национальному вопросу в России, мне действительно тоже тревожно, что футбольный клуб «Терек», будучи назван в честь, ну, фактически, отца нации, да, вот, я думаю, что он действительно может быть... Это рискованный шаг, ну, потому что, как минимум, идиотов много. Но если люди на это идут, ну, что же делать-то? Ну, значит, они на это идут. Вот. Так вот, как назвали, так и назовете. В переименовании я не вижу никакой большой проблемы, потому что «Терек» — это не историческое название, в общем-то. История клуба все равно куется сейчас, вот, в данные недели и годы, да, и то, что было с «Тереком», допустим, лет 10 назад, вообще никого не интересует. Ну, может, ну, не 10, я просто боюсь, что там уже этот кубок был выигран, ну, 15, например, да. По крайней мере, в какой-то момент клуб был переименован в «РЗУ». Вот. Поэтому здесь вот с этой стороны я большой проблемы не вижу. А вот возможностей провокации открывает действительно очень много, тем более, что они, к сожалению, неконтролируемые. И мне было бы очень досадно, потому что уж кому-кому, а к Ахмат Хаджи Хадырову я отношусь к колоссальным удовольствиям, потому что это именно тот человек, который остановил войну. Вот в этом контексте вопрос следующий. А у футбольных клубов, которые выступают в премьер-лиге, остались абсолютно независимые от руководства этих самых команд-болельщики, которые вне отношения того, что им будут говорить сверху, все равно будут гнуть свою линию. Потому что у меня постепенно складывается ощущение, что у нас над основным активом фанатским многих команд имеется определенный контроль. И могут, в принципе, сверху сказать болельщикам той или иной команды, что, мол, нельзя ни в коем случае. Ты знаешь, я могу тебе рассказать, вернее, я не могу тебе рассказать одну историю, как однажды динамовские болельщики 10 лет назад собирались ехать на выезд в Грозный. Я могу тебе сказать, что если бы они сделали, причем то, что они предполагали, они считают это легким троллингом. Провокация, иными словами, предполагалась, да? Легким троллингом? Нет, ну это та же самая провокация, что там, скажем, Спартак мясо, там, понимаете, в своей свере Москва без мяса, да. Это такой типичный великопостный, я называю, перекличка ЦСКА Динамо. Хорошо, да. Когда великий пост встречает ЦСКА Динамо, они скандируют Москва без мяса. Это великопостная перекличка, я это называю. Вот, ну, поверь мне, просто по глупости люди могли вполне запустить реально Третью Чеченскую войну. О, Боже. Я не преувеличиваю. Я не могу рассказать эту историю. Ну, я понимаю причину, да. Вот мы выйдем из студии, я тебе расскажу, что они хотели. Они там один плакат готовили. Ну, это просто немыслимо. То есть, это происходит не от того, что хотелось оскорбить там сильно. Просто люди не представляют себе, что это значит для других людей. И в этом отношении, конечно же, мне тревожно. Хотя, вообще-то говоря, футбольный клуб Терек сейчас зовет футбольный клуб Терек имени Ахмат Хаджи Кадырова. Но при этом уже решили в название официально внести именно имя. Я полагаю, что проблемы с переименованием официальным не будет. Но вот по Тереку, пока еще по Тереку получается так. Вопрос следующий. Новый тренер у команды Олег Кононов, который, наконец, получил достойное место работы. Есть ли понимание... Да, достойное. Ну, я, честно говоря, предполагал изначально его в другой команде, но, тем не менее, Терек... Какой? А? Какой? Ну, если честно, в ЦСКА изначально. Я думал, что он окажется, признаюсь честно. Ну, по крайней мере, насколько мне известно, были переговоры. Ну, я не знаю, там пять вор могли бы сиськи кем угодно. Ну, да, безусловно. Так вот, есть ли понимание того, каким будет Терек в новом сезоне с Олегом Кононовым? Во что команда это будет играть? Я думаю, что Олег Кононов не доработает до конца сезона. По футбольным причинам? Игровым причинам? Я затрудняюсь определить, по каким именно причинам. Просто мне кажется, что это тренер, который не подходит к Тереку, вот и все. Вот. Он слишком интроверт. На Кавказе интровертов считают слабаками. Пытаются на них давить. Кононов человек интеллигентный. Я думаю, что у него может не хватить, так сказать, собственных ресурсов для того, чтобы... Ну, короче говоря, вот такая мне видится в этом опасность. Кроме того, я с уважением отношусь к Олегу Кононову, но мне кажется, что главным его достоинством в российском футболе было умение без укорезния носить костюм. Он переоцененный тренер. Хорошо. Интересное заявление. Мы еще в пятницу говорили о том, что можно будет поподробнее остановиться на твоей команде. Да. Более подробный рассказ. Да, мы объявили набор. У нас 11 числа, у нас отбор. А где вы приходите? У меня во дворе, на стадионе имени Качалина. Серьезно? Да. Прекрасно. На стадионе имени Качалина что-то. А каким образом освещаться это будет ли? Может быть, камеры, блок? Ну, мы делаем передачу о своей команде. Просто смысл в чем? Смысл очень простой. Дело не в поиске славы. Дело просто в том, что я пытаюсь показать, что каждый человек... Я ведь человек небогатый. Я, в общем, даже... Кстати, я думаю, сейчас многие удивятся, я это услышу. Да, я человек даже, которого зажиточным трудно назвать. У меня есть тоже, кстати говоря, недовыплаченная ипотека по неряшливости. Но дело все в том, что просто, по-моему, футбольную команду может иметь каждый. Я вот приведу простой пример. Вот в присутствии Маши Терской, которая пришла уже в студию. Вот, допустим, два года назад Роман Широков был капитаном сборной России по футболу. А я был главным редактором спортивных каналов НТВ+. Вот. Прошло два года. И Роман Широков играет в команде... Атлантис. Атлантис. Не вижу в этом ничего позорного. Просто сообщаю как цифру. 5 тысяч, по-моему, за выход, 5 тысяч за гол, 5 тысяч за голевой пас. Сейчас ничего в этом нет постыдного. Но дело все в том, что Роман Широков вполне мог бы сделать свою команду. И люди бы нашлись, которые бы ему помогли. Но... И он сам бы играл за свою команду. Возможно, со своими друзьями. Но он этого не сделал. А я это сделал. Хотя я не Роман Широков. У меня никогда не было таких заработков. Но я заработаю на свою футбольную команду. И я расскажу о том, что каждый может иметь футбольную команду. И вот футбольная команда, это же очень просто. Это же, как бы сказать, пути Господня неисповедимы. Есть компании людей, которые собираются, играют в футбол. Есть такое, да. Да. Скидываются, делают стартовые взносы, покупают форму. Это же, в общем-то, недорого. Если на 20 человек 600 тысяч в год, ну, в Москве... Учитывая заработки, опять-таки. Учитывая заработки, да, за 600 тысяч рублей в Москве в год, спокойно совершенно можно содержать футбольную команду в любительской футбольной лиге. На 20 человек разделить, это, в общем, примерно 5 тысяч в месяц. Я, извиняюсь, срыло, да? А зачем же нужно, чтобы, так сказать, к дяденьке богатому идти в футбол играть? Я не осуждаю. Но просто ты же мог бы сделать свое. Вот сейчас возникает футбольный клуб «Арарат». Кстати, по этому поводу тоже еще поговорим. Василий, у нас идет небольшая реклама буквально на... Надо свою команду делать. Я вот играть уже не могу. Вернее, я играть-то могу. Но если я стану играть, я только буду думать, что я уже не буду никогда так молод, как 18 лет. Поэтому что я могу сделать? Я могу помочь ребятам сделать свою команду. Да, об этом также мы поговорим, но нас ждет небольшой рекламный блок, после чего мы обязательно вернемся. Реклама Поймать волну, разогнать эмоции до предела И стать обладателем Сузуки Витара от 965 тысяч рублей Сузуки Витара. Большие планы на лето Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 30 июня 2017 года на автомобиле Сузуки Витара 2017 года выпуска Подробности на suzukidefismotor.ru Вы планируете отпуск этим летом? Тогда для вас есть отличное предложение Доверьте ваше сбережение Газпромбанку, и мы сделаем ваше путешествие еще ярче Вклад отпускной Большой процент для большого путешествия Информация по вкладу на сайте gazprombank.ru Газпромбанк Акционерное общество Генеральная лицензия Банка России номер 354 Не является офертой, вклад застрахован Начните лето с ярких эмоций За рулем Порше В июне Порше представляет эксклюзивное предложение на модели Порше Каен и Макан Определенных модификаций Позвольте в вашей мечте стать реальностью Без компромиссов Подробности у официальных дилеров Порше Или по телефону 8800-77-55-911 8800-77-55-911 Предложение ограничено и действует до 30 июня 2017 года Спорт-спорт Будь первым Спорт-ФМ Будь первым До программы на все 100 осталось 15 минут А сейчас 100% футбола Продолжаем 100% футбола на Спорт-ФМ С вами Сергей Курманов и Василий Уткин В студии Мария Терская Чье настроение, полагаю, существенно улучшилось Учитывая то, что Энди Мара и второй сет Укей Нишикори все-таки уиграл Да, и снова ухудшилось Потому что в третьем сете Нишикори ведет 1-0 Я не думаю, что это будет очень долго происходить Я просто понял, что если Маша Терская считает Маре красавчиком То у меня вообще нет никаких шансов Потому что Ну не прямо уж красавчиком Красавчиком я считаю Фернандо Торреса Но Маре тоже вполне себе достоин Ой, все, конец Это похороны, да Маша, слушаем тебя Зато, кстати, я знаю способ, как создать футбольную команду Ну и Василий тоже знает Ну нет, другой способ Другой способ? Да, более простой Можно просто родить 11 детей И вот футбольная команда Ну это не такой простой способ То есть так просто, да, на самом деле Чисто физически сделать Это не такой простой способ Кроме того, очень трудно родить наугад 11 мальчиков Ну так вы можете же от разных женщин И пусть они там О, уже интересно А, вы имеете в виду вот это Да, ну, кстати говоря, в ЛФЛ тоже проще там 8 на 8 Потому что там меньше времени И меньше труда будет положено в основу создания Ну, труда или это бычь, посмотрим Это неизвестно Дело не хитрое, как говорится, да Мария, да, слушаем Новости спортивные Говорится, долго ли умеешь? Так вот, умеешь как раз долго Безусловно Так вот, Виталий Мутко заявил, что Россия не планировала Ты почему-то после этого Виталий Мутко Как-то очень в кассу все пошло Да, что же заявил Виталий Мутко? Где футбол, там и Мутко, куда без него Так вот, он заявил, что Россия не планировала подачу заявок На проведение финальных матчей Еврокубков в 2019 году Поскольку в стране и так достаточно крупных футбольных событий По словам Мутко, 18-й год у нас чемпионат мира 17-й кубок конфедерации 20-й чемпионат Европы Да и не единым футболом страна живет Много других проектов Вот, что сказал министр И глава Российского футбольного союза Виталий Мутко И все это прямо из сердца Да, да, from оттуда Хорошо прозвучало Если я правильно помню Финал Лиги Чемпионов в 2019 году Пройдет либо в Баку, либо в Мадриде Да, подали заявки Эти два города На проведение финала Лиги Чемпионов Посмотрим, кто же все-таки получит право провести его Галкипер Манчестер Юнайт от Давида Хэ В летнее трансферное окно не перейдет в Реал Руководители мадридцев решили не приобретать Вратаря сборной Испании за 75 миллионов евро Ну, я бы на их месте тоже бы решила не приобретать По-моему, последние три трансферных окна А по чем бы вы его взяли, Марин? Ну, не знаю, сколько бы там Ну, по чем бы Поговоряйте в кармане, я тебе умоляю просто прямо сейчас Почем, почем, почем Ну, 75 миллионов евро У меня даже одного миллиона евро нет Поэтому я бы вообще не купила Вот что же вы тогда рассуждаете о цене А я бы на вашем месте сказал, что я только за одну улыбку О, как хорошо у нас дело-то пошло Нет, нет, вот Фернандо Торреса, да, за одну улыбку В клубе при этом верят в Кейлора Наваса Который останется первым номером команды В поддержку его высказались и игроки Реала И, что немаловажно, главный тренер Зенедин Зидан И в заключении расскажу, что Эндимар и таки сравнял счет в первом сете 1-1 И в параллельном матче у нас... В третьем Да, в третьем сете, ну, я смотрю, просто единицы, поэтому оговорилась, прошу прощения Еще двоечный код такой Я обязан был уточнить, все-таки, ну, уже мы два Да, ну, вот уже 2-1 в пользу японца И в параллельном матче встречаются Стэн Вавренко с Марином Чиличем 6-3, первый сет выиграл Вавренко И во второй партии также он ведет 5-3 Спасибо большое, говорим Марии Терской У нас еще есть буквально 5 небольших минут пообщаться с Василием Мухином Я хотел рассказать, что сейчас самое время, самое время Понимаете, у кого что есть? У кого есть, может быть, частный бизнес какой-то небольшой У кого-то есть компания друзей В Московской любительской футбольной лиге И, кстати, наверное, единственный в Москве любительский футбольный турнир Больше тысячи команд Как раз сейчас межсезонье Самое время заявляться Вот, поэтому пробуйтесь, заявляйтесь Хотите, приходите к нам Я об этом открыто говорю совершенно У меня в Инстаграме висит объявление И в Твиттере тоже висит Это абсолютно некоммерческое начинание Потому что мы не торгуем людьми Вот, у нас нет никаких прав на наших футболистов За исключением тех прав, которые дает ЛФЛ А в ЛФЛ право, что если ты надел форму То ты без согласия главы команды не можешь сменить команду Вот, другого правила нету Мы никем не торгуем Вот, но пускай там где-нибудь Вот, это же большая проблема Вот эти ребята, которые сейчас собираются в команду Арарат Да, причем там уже почти подбирается состав сборной России Образца 2008 года Так, пожалуйста С осуждением к этому относиться невозможно Но это означает, что они просто не могут остановиться Они не знают, что им делать дальше А на самом деле нужно понять, что делать дальше Нужно собрать вокруг себя небольшие силы И сделать собственную команду Вот, кстати, спрашивают Василий, как попасть к вам на просмотр через WhatsApp В Инстаграме все написано В Инстаграме, в Твиттере у меня есть объявление Еще раз говорю, у нас некоммерческая команда Поэтому, да А кого-то конкретного приглашал в команду свою? Вот были ли, не знаю, варианты, списки людей Которых бы хотел видеть именно в своей команде? Нет, дело в том, что команда существовала до моего прихода Вот, и думаю, что будет после моего прихода Поэтому в данный момент, вот в первый год нашего совместного существования У нас есть четкая договоренность, что я имею совещательный голос Во всех спортивных решениях Вот, спортивные решения принимает без меня тренер и создатель команды Лаша Бакселяни Вот, а я имею окончательное решение в том, что касается Спонсорка обеспечения всего остального Вот именно как должность, позицию, на которой находишься в этой команде Как она называется? В чем функционал? Команда называется Egressi, она перешла во второй дивизион Мы очень горды тем, что мы вышли во второй дивизион Но должности... у нас нет юридической структуры, поэтому там и не может быть должности Но ребята называют меня президентом клуба Ну, наверное... Функционал похож, да? Да, я бы предпочел, что они на меня называли Василия Вячеславович Вот, но они называют меня президентом клуба А в чем... У нас мальчик ездил на просмотры в Краснодар В этом сезоне, получается, прошедший? Да, мы обогнал... Кряпродакшн, наш канал на Ютьюбе, пожалуйста, посмотрите, вы можете посмотреть сюжет все Вот, мы рассказываем о себе Вопрос любопытный На какой позиции играет Василий Уткин? Или играл? Я не играл когда-то А играл вратарем? Ну, вот тот же человек пишет нам, что была у меня в ЛФЛ команда Надоело через 4 года Предполагаю, что когда-нибудь и тебе это может надоесть Вы знаете, все, что угодно может когда-нибудь надоесть Но нужно попробовать Сейчас, посмотрите, вот сейчас наконец-то наступило лето Я еще раз говорю, я никого совершенно не рекламирую Но ничего не стоит Просто я бы сказал, стоит только чуть-чуть дерзнуть Сделайте свою футбольную команду Играйте сами в футбол Я, в конце концов, больше 30 лет, почти 30 лет говорю, играйте в футбол Это, это, просто я вот к этому пришел и все, больше ничего Теперь эта фраза имеет конкретный, практически смысл в этих конкретных условиях Просто если я сам играю в футбол, я могу, конечно Я могу неплохо пробить штрафной Я, может быть, даже на воротах могу отстоять Иногда на даче я это делаю Но, понимаете, когда я это делаю, я понимаю, что мне 45 лет, у меня пузо Вот, и мое дело уже помогать другим людям в этом вот вопросе У нас молодая команда, я еще раз говорю Мы не имеем никаких прав наших игроков и не собираемся их иметь Вот, мы просто хотим участвовать вот в этом действии Которое, кстати говоря, в отличие от телевизионной аудитории футбола, растет В Москве больше тысячи команд ЛФЛ И это еще только одна лига В Екатеринбурге больше 800 команд ЛФЛ В Казани близко к тому, я не помню точно сколько Вот это растет Вот как раз к Дмитрию Ерунцу вопрос Хотели бы он оказаться в команде Василия Уткина Я окажусь в команде Спорт.ФМ уже через два часа И мне надо успеть провести эфир до 20.00 Вот, вот тоже правильно, конечно, конечно Вот, и сегодня, в день рождения Спорт.ФМ Всех поздравляем еще раз наших слушателей Тех, кто с нами давно и тех, кто с нами недавно День рождения Спорт.ФМ дебютирует в этом сезоне Нобеля Рустами Андажи, поэтому следите за прямой трансляцией в социальных сетях В 20.45 мы сыграем и Нобеля в нападении Я желаю вам удачи и победы, конечно же Да, если мы, собственно говоря, сегодня победим соперника А мы играем в пятницу со сборной Парка Легенд Неплохо, а мы, если пройдем сегодня кубок То в кубке, в следующей стадии, то, наверное, сыграем со Спорт.Экспрессом, как и неделю назад Вот и здорово Дима, что сегодня будет на все сто? Играйте в футбол Играем в футбол, поздравляем с днем рождения Спорт.ФМ Слушайте поздравления от Виталия Мутко От Татьяны Тарасовой Сегодня парад поздравлений Кратенько такое Кратенько я подведу и отведу Это будут ближайшие полчаса И что значит 11 лет Вообще в сознании наших сотрудников И сознании ВИП гостей и слушателей Спорт.ФМ На все сто на Спорт.ФМ буквально через 7-8 минут Но мы прощаемся с вами сегодня 11 лет Это если бы Спартак стал чемпионом 5 лет назад Вот что это такое Да, спасибо большое Сегодня с вами были Сергей Курманов и Василий Уткин Всем всего доброго Оставайтесь со Спорт.ФМ Реклама Товарищеский матч сборной России и Чили Не пропусти Москва Веб-арена 9 июня в 19.00 Поддержи нашу сборную Билеты на сайте Кассир.ру Категория 0+. Тех, кто обещает квартиру мечты, много А воплощает ДСК-1 Каждая пятая семья в Москве уже живет в доме от ДСК-1 Купите квартиру на ДСК-1.ру От 2 миллионов 100 тысяч рублей Проектная декларация опубликована на сайте ДСК-1.ру Застройщик ЗАО «Капитал-Б» Телефон рекламной службы Спорт.ФМ 620-46-64 Код Москвы 495 Беготня – это для животных Нам нужны мозги и мяч, чтобы играть в футбол Луи Ван Галь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok